Ребят, всем привет! Меня зовут Катя Строганова, я преподаватель химии и готовлю ребят к ЕГЭ по химии. Сегодня у нас часть вторая. Мы говорим о пособиях по подготовке к ЕГЭ, то есть это пособия с теорией. В первой части, где-то здесь должна появиться ссылочка, мы говорили о вариантах, о книгах с практикой. Итак, пособия от простого к сложному. Как мне кажется, если вы начинаете изучать химию с нуля, то нет никакой книги лучше, чем Егоров, репетитор по химии. Это книга, которой еще я пользовалась, когда готовилась к ЕГЭ, когда учила химию в девятом классе. И это, мне кажется, самая лучшая такая настольная химия для ребят, которые познают химию с самых азов и с самого начала. Но имейте в виду, что эта книга именно для изучения химии как предмета, не для подготовки к ЕГЭ. Все-таки, как ни крутите, подготовка к ЕГЭ включает в себя изучение химии, а потом уже какая-то надстройка в виде практики и каких-то углубленных вещей. Но вот если вам нужно изучить химию, то лучше Егорова действительно нет. Я вот, наверное, из всех таких пособий выделяю именно его. Следующие книги. Они довольно-таки старые, но мне они очень сильно нравятся, мне нравится их формат. Это «Я сдам ЕГЭ от Кавериной». Есть две книжки, белая и желтая, практика и теория. И в чем смысл этих книг? В том, что конкретно в белой книге с теорией теория расположена по заданию. В принципе, это так, как мы идем с вами по курсу, что у нас теория каждому отдельному заданию. И это вот книга конкретно ЕГЭ-ориентированная. То есть, как бы химию, наверное, вы с нуля по этой книге не сможете изучить. Но вот какие-то фишки конкретно по заданиям сможете узнать. Но все-таки эта книга старая, она 2018 года, она давно очень не обновлялась. И каких-то вещей, которые сейчас встречаются в современном ЕГЭ, там нет. Но все равно она полезная и какую-то некую базу оттуда можно вытащить. Следующее пособие – это химия, углубленное пособие для подготовки к ЕГЭ по химии от авторов, преподавателей ХИМФАК МГУ. Чем хорошо это пособие? Тем, что оно относительно недавно вышло и тем, что оно ЕГЭ-ориентировано с одной стороны. Но с другой стороны, в принципе, по этому пособию вы в том числе можете изучить химию с нуля. Там есть какие-то отступления, которые не касаются каких-то заданий конкретно в ЕГЭ по химии, но которые помогут в понимании химии. И также там есть практика формата ЕГЭ, и есть, например, отдельные химии элементов, есть какие-то комментарии, есть какие-то ссылки, типа, важно запомнить, или там какие-то определения, которые нужно знать. В общем, очень классное пособие, советую. Итак, следующее пособие, которое я хотела бы отметить, это даже пособие не то чтобы для подготовки к ЕГЭ, а в целом для изучения химии с нуля и до самых глубинных глубин школы. Это начало химии. И для чего хорош этот учебник? Опять же, для того, чтобы изучить химию с нуля, и чтобы, например, также затем готовиться к ДВИ по химии, если вдруг вы планируете поступать в МГУ. Это некая такая, знаете, вершина айсберга. То есть то, к чему нужно обращаться, наверное, уже когда вы все познали, уже у вас есть хорошая база, вот тогда начало химии вам должны как-то помочь углубиться в каких-то моментах и преисполниться в знаниях школьной химии. Ну и последнее пособие, которое я хотела бы отметить, оно тоже не то чтобы для подготовки к ЕГЭ, а просто для того, чтобы как-то систематизировать свои знания. Это химия в таблицах от Литвиновой. И чем хороша эта книга? Тем, что неорганическая, органическая химия там в таблицах. Имейте в виду, что вот подобного рода пособия, когда у вас какая-то теория дана в таблицах, хорошо использовать только для повторения и закрепления. Ни в коем случае не используйте подобные книги, когда вы только начинаете изучать химию с нуля. Когда вы начинаете изучать химию вот прям с абсолютного нуля, вам нужно читать связанный текст, потому что только так вы поймете вообще в принципе о чем идет речь, чтобы у вас не были какие-то схемы, которые вы не можете расшифровать. То есть должны быть прям какие-то предложения, должен быть какой-то связанный текст, связанное повествование, что из чего вытекает, куда приходит и все в этом духе. А вот когда вы уже что-то узнали, и вам нужно быстро повторить, как-то систематизировать информацию, вот тогда можно использовать подобного рода таблицы. Что я хочу отметить? Что у каждого этого пособия есть плюсы и есть минусы. Какое-то пособие чисто для подготовки к ЕГЭ, к ЕГЭ-ориентированное, какое-то пособие только для изучения химии, что тоже очень важно в подготовке по химии. Но ни в одном из этих пособий нет специфики экзамена. Вам просто по факту выдается обычная школьная химия. Но ЕГЭ – это не только знание обычной школьной химии. Это также какие-то тонкости формулировок заданий, какие-то тонкости, которые придумывают составители в своих, опять же, заданиях, вариантах, то, что встречается на настоящем экзамене. И вот на данный момент вот такого пособия, которое было бы, с одной стороны, ЕГЭ-ориентировано, и, с другой стороны, там прям черно-по-белому было бы прописано, что в первом задании встречаются вот такие-то формулировки, они означают «это, это, это». И вот таким вот образом на них нужно обратить внимание. И что нужно вот это, это делать, если ты решаешь подобного типа задания. Вот такого на данный момент на рынке в книжных магазинах нет. Но где вы можете это найти? Вы можете это найти у меня на курсе, потому что курс «Химфак ЕГЭ-2023». С одной стороны, я вас буду учить химию, безусловно. С химией с нуля до очень глубокого уровня, который нужен для того, чтобы сдать ЕГЭ по химии на самые максимальные баллы. Но, с другой стороны, я вам параллельно буду еще рассказывать про какие-то особенности, которые встречаются на экзамене. Типичные примеры, то, что нужно обязательно запомнить, типичные ошибки, которые допускаются ребятами на экзамене, потому что вы, на самом деле, делаете ошибки плюс-минус в одних и тех же местах. И вот с помощью всего того моего накопленного опыта я уже вот могу вам говорить, что, «Ребята, вот тут вот такую ошибку делаю всегда, здесь такую». Поэтому обратите внимание, чтобы не наступать на эти грабли. И вот эти вот все тонкости экзамена будут проговорены на моем годовом курсе «Химфак ЕГЭ» 2023 года. И мне кажется, что вот эти вот тонкости, опять же, их может вам дать только тот преподаватель, у которого большой опыт в ЕГЭ, который постоянно варится в этих заданиях формата ЕГЭ, который подмечает все эти фишки, подмечает все эти особенности, подводные камни. И вот может вам, например, на курсе выдать эту информацию. Так что все пособия имеют плюсы, но самый большой минус – отсутствие, конечно же, специфики самого экзамена, а это очень важный пунктик для того, чтобы сдать экзамен на самые максимальные баллы. Это не все пособия, безусловно. Это те пособия, которые мне больше всего приглянулись и которые я использовала на каком-то начальном своем этапе преподавательской деятельности, когда готовила ребят к ЕГЭ по химии. Соответственно, вы можете написать в комментариях, какие вы пособия используете, что вам больше всего нравится, читать, где вам больше всего понравилась, как написана теория, может быть, все-таки где-то прописана эта специфика экзамена. В общем, под видео пишите любые ваши комментарии, любые мысли. Надеюсь, что это видео было полезным. Если было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!